В статье расскажем про максимальное пособие по безработице в 2020 году, рассмотрим порядок его получения и необходимые документы для оформления. Как получить статус безработного? Должны возникнуть определенные обстоятельства, чтобы гражданина признали безработным, не иметь постоянного заработка, готовность начать трудовые отношения, являться способным выполнять трудовые обязанности, заниматься активным. Поиском рабочего места. Отсутствие стабильного дохода возникает при потере места работы, увольнении, ликвидации предприятия, сокращении штатного персонала, а также если гражданин не вступал в трудовые отношения в силу своего возраста. Также лица с группой инвалидности, которая позволит вести трудовую деятельность, подтверждается медицинской справкой. Данной категории лиц предоставляется возможность выбора подходящих для здоровья человека условий труда. В соответствии с порядком лиц, потерявшим или не имевшим работы, следует обратиться в районный отдел центра занятости, где в течение 10 дней рассматривается заявление и на 11-й день выносится решение о получении статуса безработного. В случае отсутствия профессии у кандидата, персонал ЦИС предлагает пройти переподготовку во время поиска работы. Перед принятием решения заявителю представляют несколько вакансий на подходящую должность постоянно или временно. Читайте также статью «Порядок назначения пособий по беременности и родам для безработных». Какие пособия получает безработный? Лицо, достигшее 16-летнего возраста, не имеющее постоянного дохода, признается безработным в порядке, которое установлено с Т-31П1 Закона РФ о занятости населения номер 1032-1 от 19 апреля 1991 года. Пройдя процедуру регистрации в центре занятости, гражданин одновременно получает право на выплату пособия как безработному. Кандидат вправе получать пособие ежемесячно на протяжении года, при этом он обязан проходить процедуру обязательной перерегистрации. Для этого требуется каждые две недели посещать ЦИС, предъявляя паспорт и трудовую книжку «Оригинал». Максимально допустимый период выплаты пособия безработному может продлиться до двух лет, если гражданин уволен при сокращении персонала или в момент ликвидации предприятия, когда до пенсионного возраста остается два и менее года. При этом у гражданина может не быть возможности работать. Величина пособия определяется в зависимости от того, как долго числится на учете безработный и какой доход имелся на последнем месте работы. Особые обстоятельства, при которых начисляется пособие – длительный перерыв в стаже один год, начисляется минимальный тариф плюс районный коэффициент первичный поиск работы и увольнение за нарушение трудового распорядка, когда начинается. Выплата пособия. Поступление денежных средств в безработному начинается только после официальной регистрации в ЦИС и подтверждения статуса. Пособие назначается с первого дня, когда гражданин признается безработным и выплачивается ежемесячно. Не стоит забывать о том, что величина пособия зависит от условий, при котором оно назначается и времени, в котором идет выплата. Если работник был уволен по причине ликвидации предприятия, то первые и второй месяцы он получает пособие величиной, равной среднему заработку на последнем месте работы. Аналогичное правило действует и в случае увольнения по сокращению. Чтобы получить пособие в размер среднего заработка и за третий месяц, гражданину надлежит встать в ЦИС на учет, пока не истекут две недели после даты прекращения трудовых отношений. Читайте также статью «Порядок оформления пособия по безработице сиротам». Если гражданину не удается получить работу больше года, и его вины в этом нет, то назначение пособия продляется еще на 12 месяцев. При этом размер получаемого пособия будет равен минимальной сумме, которая установлена в регионе. Также не следует пропускать двухнедельный срок, в который подтверждается статус безработного. Каков максимальный размер выплат безработным? Величина денежного пособия, которое назначается безработному, зависит от общего дохода гражданина по месту работы, срок, в котором он будет признан безработным, общий период, когда человек ведет поиск работы. На федеральном уровне установлен минимальный и максимальный предел выплат безработным, а именно от 850 до 4900 рублей в месяц. Размер пособия ежегодно индексируется. Регионы вправе устанавливать свой размер пособия в зависимости от возможностей местного бюджета. В зависимости от территориального расположения к сумме приплюсовываются районные коэффициенты Крайнего Севера. Пособие в минимальной сумме 850 рублей плюс соответствующие надбавки назначается лицам, не имеющим трудового стажа, работники, которые не трудились год и более, уволенные по статье за нарушение трудовой дисциплины, гражданин в возрасте. 16 лет. Как назначается и выплачивается максимальный размер пособия работникам со стажем и доходом. Первые три месяца после прикрепления к ЦИС 75% от среднего заработка. За последующие четыре месяца пособие составит 60%, начиная с восьмого месяца. 45% от суммы среднего заработка. По истечении 12 месяцев, если кандидат не нашел работу, ему полагается минимальная сумма пособия по безработице. Перечень документов, которые предъявляют безработные. Соблюдая сроки и правила получения статуса безработного, потребуется и документальное оформление процедуры. Основной пакет документации кандидата зависит от наличия трудовых отношений в прошлом и состоит из впервые ищущих работу у работавших граждан паспорт, удостоверение личности свидетельства о рождении, военный билет, документ о среднем. Образование диплом о профессиональном образовании и на трудовая книжка оригинал, снил справка о доходах 2 НДФЛ, банковские реквизиты, справка о среднем заработке, по форме 182 Н прочие документы, подтверждающие наличие квалификации. Реквизиты платежной карты или счета заявителя важно. Обратите внимание на порядок заполнения трудовых документов и справок о доходах. Чаще всего забывают указать контактный номер бухгалтерии или отдела кадров, а также поставить печать в трудовой книжке. Справки о доходах не должны датироваться прошедшей датой. Чтобы получать пособия в полном объеме числа, должны совпадать с днем увольнения работников. Подписи ответственных лиц также должны заверяться печатью предприятия и иметь расшифровку. Читайте также статью «Сроки и размеры выплат пособий по безработице». Кто выплачивает пособия нетрудоустроенным гражданам? В случае потери рабочего места гражданину следует обратиться в государственный центр занятости населения по месту официальной регистрации. Сотрудники проверяют перечень и правильность заполнения трудовых документов и регистрируют гражданина в качестве безработного. Следующий шаг – непосредственный поиск работы для кандидата. Работник заполняет заявление, образец которого предоставляется сотрудниками центра, указывая твои личные данные, профессиональные навыки, стаж работы в должности. В соответствии с заявленными требованиями и возможностями кандидату предлагается несколько вариантов вакансий. Основной целью сотрудников сокращение срока пребывания заявителя безработным и, соответственно, выплаты ему денежного пособия. Формула, по которой ведется расчет пособия безработным гражданам. Доход за три месяца предшествующих увольнению равен 15 тысяч рублей. При условии, что кандидат зарегистрирован в установленные порядком сроки, ему полагается 75% от суммы, а именно 15 000 умножить на 75% равно 11 250 рублей. Если в регионе нет дополнительных надбавок, то размер выплат составит 4900 рублей ежемесячно. Случай отказа выплаты пособия безработным. По законодательству, которое регулирует права и обязанности граждан, оставшихся без работы, определены условия, при которых в статусе безработного может быть отказано. В частности, статус теряется, когда не соблюден порядок подтверждения зарегистрированного лица. Пропущен день посещения центра для перерегистрации. Отказ выполнять действия по поиску вакансий. Неявка безуважительных причин в течение. Десять дней после подачи заявки. Не получают пособия по безработице лица, которые заняты на исправительных работах или осуждены, подав в ЦИС заведомо ложную информацию о своем состоянии. Прекращается выплата пособия безработным при их трудоустройстве, выходу на пенсию и назначении пенсионных выплат, переезде лица в другой регион, прекращение обучения в одностороннем порядке на курсах переподготовки, наступлении, отпуска по беременности и родам, получение повестки на службу в армию. Допускается прекращение выплаты пособия, если кандидат посетил центр в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. В этом случае сотрудниками ЦИС совместно с медицинскими работниками проводится освидетельствование и составляется письменное заключение о происшествии. Распространенные вопросы и ответы. Вопрос номер один. Разрешается ли сотрудникам ЦИС снижать размер пособия гражданам? Если вопреки требованиям работников безработный не явился на собеседование к потенциальному работодателю, нарушил сроки перерегистрации безработного, прекратили. Или отказались обучаться на занятиях по получению профессии без уважительных причин, то сумма пособия сокращается на 25% от установленной изначально. Вопрос номер два. После постановки на учет в ЦИС работница обратилась по месту жительства в соцзащиту за пособием при нахождении в отпуске по беременности. Как это повлияет на статус безработной и пособия? Законом предусмотрено положение, которое исключает одновременное получение выплат по безработице и прочих компенсаций. Статус безработного предполагает, что лицо готово приступить к трудовым обязанностям в любой момент, следовательно, при наступлении беременности эта возможность теряется. Пособие автоматически прекращается. Вопрос номер три. Законно ли воспользоваться вычетом на обучение, если гражданин числится безработным? Нет. Такой случай исключает право гражданина на вычет НДФЛ при обучении. Данный социальный вычет предусматривает возмещение затрат на обучение без отрыва от производства службы, получение денежного дохода, удержание и перечисление НДФЛ в бюджет плательщикам. Пособие по безработице не облагается налогом на доходы НКРФСТ-217. Видеосоветы. Установили размер пособия по безработице на 2020 год. В видео раскрывается информация о том, что правительство утвердило максимальные и минимальные размеры пособия по безработице. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!